Всем здравствуйте дорогие друзья, с вами Комарача на связи и это у нас вторая часть видео по фарму наживок своими силами, донатных. В этом видео у нас пойдет речь о лягушке. Чтобы ее фармить нужно купить наживочный набор номер 5. Итак, лягушка у нас ловится на озере, на красивом месте. Что нам для этого нужно? Нам нужно подцепить жука и поставить глубину 0,4. Давайте так мы и сделаем. Мы с вами подцепим жучка и сделаем глубину 0,4. Готово. У меня там собака лает. Я не могу с ней ничего сделать, уж простите. Ну такая собака, ей рот не заткнешь. Бесит меня. Как только начинаю снимать, она начинает бегать лаять. Так, ловим лягушечку. Ловим лягушечку, формим. Лягушечку можно ловить утром и вечером на озере, а уже потом ночью идти на амалон. Но я думаю, что это не профитно. Лучше ловить на озере, потому что... Так. Так. Лягушка обыкновенная выловлена. Что можно сказать? Здесь ловится с преловым. Как видите, что поймал я верховку. Немножко опешил. Думаю, странно. Вроде же должно быть без прелова. Но нет. Здесь у нас... Да что ты за... Гляньте, гляньте, не могу. О, муха навозная. Фу, какая пакость вонючая. Летом их вообще терпеть не могу, этих мух. Особенно навозных. Ловится она с преловом. Иногда будет верховочка перебивать. Но... Донатная наживка. Что не сделаешь ради такой наживки? Придется и потерпеть прелов других рыб. Но, в принципе, как бы не страшно. Можно фармить, можно ловить. Цена, вот наживка. Я сделаю наживку, потому что думаю, когда-никогда, да, пригодится. По деньгам пока у меня все отлично. На Амалон ловить вечером я показывать не буду. Потому что я думаю, никто не будет, точнее ночью, на одну ночь переходить на Амалон, который стоит 1000 рублей. Но я имею ввиду новички именно. И ловить здесь эту лягушку. Но, если кому-то нужна информация, естественно, я сейчас все это добавлю на экран. Все это высветится. И вы посмотрите на Амалон, на что. Именно какая глубина можно половить лягушку. Сам же я не хочу тратить деньги и идти туда ловить. Я считаю это нецелесообразным. Полностью весь световой день можно половить на озере. Но, естественно, будет прилов. Так, теперь мы переходим к наживке живец. Это тоже очень интересная наживка. И очень много на нее рыб будет ловиться. Опять же, она ловится на этом озере нашем любимом. На красивом месте. Все здесь. Здесь мы будем ловить вьюна. Если честно, я эту рыбу вообще не люблю. И даже вот в реале она какая-то скользкая. Вот не нравится мне. Так, нам нужна личинка караеда. Нам нужна личинка караеда. Мы берем ее. И нам надо сделать глубину 0,8. Еще, кстати, если вы хотите, чтобы без прилова ловилось, можно половить на детрит. Но детрит у нас дорогой. Давайте вот я вам просто покажу, чтобы вы понимали, сколько он стоит. 90-10 штук. Но все понятно, думаю, да? Дальше можно как бы не показывать. Либо вы ловите на личинку караеда, которая 15-70, либо на детрит. Но это уже дело каждого. Если вы хотите с приловом, то вы ловите на детрит. Ой, ловите на личинку караеда вьюна и как бы живете хорошо. Если вы хотите без прилова быстрее наловить, то ловите на детрит и будет вам счастье. То есть есть два, получается, варика фарма. Клюет эта пакостная рыба круглосуточная. Я, правда, я не люблю вьюна. Ну, плюс вот голец усатый будет попадаться. Если такой прилов будет идти, на котором можно еще маленькую рыбку пофармить, то ради бога. Пусть идет, я только буду рад. Вот честно. Если это будет рыба какая-то крупная, ненужная, которую вы просто будете выкидывать из-за того, что вот она вам, во-первых, ее долго вываживает, то да, это будет гема. А если она вот ловится, еще плюс из нее можно и наживку лупануть, то да ради бога, пусть. Это вообще только плюс. Пескарь обыкновенный. Тоже мелкая рыбка. Ну, и прилов идет, да. То есть с живцом немножечко по этот. Потяжелее. Ну, я же говорю, можете поставить этот Детрит и на Детрит ловить. Тогда будет попроще. Даже лягушка ловится, е-мое, народ. Ну, тут можно вообще-то зашиковать. На личинку Караеда 0.8 поставить и потихоньку и то, и то фармить. Ну, живец, я же говорю, что-то прям так можно долго фармить. Первый вьюн выловлен. Только поставил на паузу. Думаю, сейчас, наверное, будет много прилова, но нет, сразу же попался вьюн. В принципе, нормально. Я же говорю, если вы никуда-то не спешите, вы хотите пофармить наживку, в прилове еще пофармите лягушку и мелкую рыбку, то это место для вас идеально. Заходите, фармите и наслаждайтесь, что у вас будут прибавляться сразу три наживки. Я думаю, мелкой рыбки вы наловите намного больше, чем живца, но плюсы просто колоссальные, как для меня. Вы можете быть не согласны. А если нет, покупайте Детрит и вперед за родину, за Сталина. Теперь наживочный набор 7. Мы покупаем и идем фармить икру. Вот икру очень люблю и даже вот обожаю, как она выглядит. Просто вот меня прям вот манит икра. Не знаю, но мне нравится, как она выглядит. Вот просто вот кайфует одного ее вида. Да. Не знаю, почему. Мы будем с вами отправляться на Колорадо. Так, Колорадо. Она, наверное, не здесь у нас. Да, она не здесь. Вот она здесь. Колорадо мы отправляемся на глубокий каньон. Так. И теперь мы тут смотрим приманку Голиаф. Голиаф, это у нас, естественно, блесна. И она стоит у нас 10 тысяч рублей. Блесна очень такая, недешевая. Ее нужно приобрести либо 19 золотых. То есть, или так, или так. И ловить. Но перед этим нам нужно еще приобрести спиннинг. Ну, я думаю, вы понимаете. Спиннинг, катушку, то есть, всю вот эту ерунду. И потом можно только будет ловить. Здесь я не знаю. Можно, в принципе, и на 5 килограмм купить спиннинг. Но, я склоняюсь к мнению, что, наверное, лучше купить на 10 и спокойно ловить эту форель, на эту блесну. Ну, то есть, потратить немножечко денег и потом формить свою любимую икру. Конечно, можно ловить и на другие насадки. Зайти и посмотреть, на что ловится у нас форель апачи. Секунду. Вот, посмотрели, форель апачи. Это у нас муха, это у нас стрекоза. Посмотрели глубины, которые есть. И сделали какие-то для себя выводы. Да, мелкая рыбка. Но это на нее ловить не стоит. Глянули, стрекоза, муха. Вес у форели маленький. Посмотрели, подумали, что 0,4 будет достаточно. Ну и поставили, к примеру, давайте поставим муху. Если исходить из моих знаний в области русских рыбалок, фантастик, фишинка, это рыбалки, да и многих вообще других, это неплохая приманка для ловли форели, муха, стрекоза, кузнечик еще может быть. Можно все это попробовать. Найти более-менее оптимальную для себя наживку и, естественно, на нее ловить форель. Но прилов, будьте готовы, что прилова будет много и его придется либо продавать, либо отпускать. Но если можно из него делать наживку, будете делать наживку. Либо покупать уже спиннинг. спиннинг. Видите? Тилапия, зилли. Продаем. И так, в принципе, можно оформить. Я же говорю, можно поэкспериментировать. Мне как и на муху, так и на стрекозу попадалось, и на кузнечика попадалось. Я просто здесь неоднократно делал костер, то есть выполнял костер. И ловил эту форель, и поэтому я нафармил чисто на форели. Сейчас я вам... Ой, нет, так я вам не покажу. Я вам вот так вот сейчас покажу, сколько я нафармил. 238 икринок. Я стараюсь, как только ловлю форель, я ее стараюсь сразу же переводить в наживку. Вот 238 можете наблюдать. На этом у меня все. Всем спасибо огромное, кто посмотрел. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Всем огромных трофеев, не хвастань чешуи, и до скорых встреч. Пока!